Но самое удивительное, что потом человек приходит на шестую стадию стресса, которая вообще парадоксальна. Ко мне пришла одна женщина и говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация, я грешница, серьезная грешница очень, и по этой причине я потеряла мужа. Я говорю, ну исправляйтесь тогда, что я могу сказать. Она говорит, это невозможно исправиться, потому что я неисправимая грешница. Я смотрю, уже вижу, что что-то не то. Логика пошла не в ту сторону. Я начал изучать ситуацию, говорю, а в чем ваш грех-то заключается? Она говорит, мой грех заключается в том, что я плохая жена. Я говорю, а кто это решил? Ну говорит, кто? Старшие всегда решают все. Мой муж, мой старший, он решил, что я плохая жена. И я грешница. Я говорю, и что дальше он сделал? Она говорит, ну он что сделал? Он ушел от меня к святой женщине. Он грешницу меня оставил, а к святой женщине ушел, к возвышенной, такой же, как он. Я говорю, ну вы знаете, вообще-то возвышенные люди жен не бросают. Они их терпят всю жизнь. Она говорит, ну это исключение. Я даже хочу, чтобы у него все было хорошо там с этой женщиной возвышенной, потому что, ну, ему положена такая возвышенная женщина, а я грешница. Я говорю, вам не кажется, что вы чем-то не тем занимаетесь сейчас? Она говорит, кажется, я так раньше не думала и раньше на него злилась, а потом поняла, что надо себя обвинять. Я говорю, вы знаете, у вас это тоже пройдет скоро. Может вам остановиться и подумать, как дальше жить? Она говорит, Олег Геннадьевич, я одно не могу понять. Почему он меня бросил? Ведь нет такой другой причины, кроме того, что я грешница. Я говорю, это правда, что нас не бросают за то, что мы святые. Но вы с ним-то нормально себя вели. Есть только одна проблема, вы его разбаловали. Когда женщина боготворит своего мужа слишком сильно, то есть несколько стадий развития таких отношений. Первая стадия, он начинает ей понукать, дает ей постоянное наставление. Вторая стадия, он начинает наглеть, эксплуатирует ее. Третья стадия, ее чувство собственного достоинства становится таким низким, что он ее уже не может любить. Так как энергию любви он не получает от жены, ему приходится искать себе любовницу. В связи с этим хочу вам сказать одну важную вещь. Всегда, когда люди вместе встречаются, начинают общаться, это немножко отвлечение друг от этой темы. Всегда энергия любви движется в одну сторону. Преимущественно. Один человек любит, и поэтому балует другого человека, а другой человек любимый, и поэтому эксплуатирует другого человека. Тот, кто любимый, он эксплуатирует. Тот, который любит, балует. И тот человек, который любит, он теряет свое чувство собственного достоинства, оно снижается в это время, а тот, кого любит, оно повышается, но становится злым. Не хорошим, а злым, чувство собственного достоинства. В результате, тот человек, которого любят, он теряет любовь к тому, кто его любит. И это испытание можно победить только одним способом. Надо найти счастье не в отношениях с этим человеком, а с Богом, и начать воспитывать этого человека. Не позволять ему наглеть. Сохранять свое чувство собственного достоинства, потому что ты, если ты его теряешь, он тебя не будет любить. Несчастные люди никому не нужны, замученные, униженные, никому не нужны. Они становятся некрасивыми. Женщина красива всегда, когда ее чувство собственного достоинства хотя бы не слабее чувства собственного достоинства мужчины. Мужчина всегда красива, если его чувство собственного достоинства не слабее чувства собственного достоинства женщины. Поэтому каждый человек не должен унижаться с одной стороны в отношениях, а с другой стороны должен служить. Вы скажете, как это возможно? Надо понять, что когда мы служим другим людям, близким людям бескорыстно, это не унижение. Унижение — это когда мы служим и ждем чего-то взамен. Допустим, жена приготовила мужа и ждет, когда он ее похвалит. Это унижение. Это вытеряется чувство собственного достоинства. А если она готовила для Бога, и мужу эту дала как награду, как милость, тогда Бог ее похвалит в сердце. Она будет частью от Бога чувствовать, что она может кормить освященной пищей. А муж, если забудет похвалить, она даже не обратит на это внимание. Она подумает, что это его проблемы. Не сильно расстроится. И когда он ее похвалит в следующий раз, она посмотрит на него и скажет, спасибо, мой хороший, я тебя понимаю. Она не будет зависеть от похвалы. Или муж, допустим, работает для Бога, приносит зарплату домой. Часть денег отдают в храм. Именно для этого он работает, понимает, что остальные деньги нужны для поддержания жизни. Без того, чтобы покупать детям вещи, без еды не проживешь. И даже без того, чтобы жена не купила себе украшения. Потому что у каждой женщины есть одна зона, в которой она не может себя контролировать. Это зона, в которой она отдыхает. И хорошо, если женщина отдыхает просто в уединении. Некоторые женщины отдыхают, когда покупают себе украшения. Это уже тяжелее. Некоторые женщины отдыхают, когда ездят поездки какие-то. Это тоже недешево, такой отдых стоит. Некоторые женщины отдыхают, когда они общаются с подружками. Ну, более-менее нормально. Это можно как-то перенести. Но тебе придется терпеть, что она по часу, по два в день разговаривает не с тобой. Мужчины тоже отдыхают все. Но у них отдых это хобби у мужчин. Если хобби, допустим, азартные игры, это очень тяжело, конечно. Это очень плохо. Лучше это перевести в какой-нибудь спорт. Если мужчина вместо азартных игр начинает волейбол там играть, еще что-то, это хорошо. Но поменять вид хобби невозможно. Как человек отдыхает, так он и будет отдыхать всю жизнь. Надо просто это в нормальный вид перевести. Несильно разрушающие отношения. Итак, эта женщина была на стадии стресса, который называется вина. Я ей объяснил все. И сказал, что в следующей стадии будет паника. Когда вы не перестанете себя обвинять, вы вообще не поймете, что вам дальше делать. Потому что все способы закончатся. Вернуть себе человека назад. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...